В данный момент мы находимся на даче у моего товарища Кости, который будет рассказывать как готовится узбекский плов. У него есть специальный рецепт для приготовления узбекского плова. Наши друзья, которые тоже находятся на даче, уже тоже теплые, хорошие, будут нам помогать в этом. Константин, в чем особенности этого узбекского плова? Особенности любого блюда, это нужно готовить с душой, с душой и с любовью. И из натуральных продуктов. Понятно. С чего мы начнем? Первое, что мы делаем? Подготавливаем огонь. Значит, у нас необычное, скажем так, устройство для приготовления плова. Это мое, скажем так, в каком-то смысле ноу-хау. Я его уже использую больше десяти лет. Оно уже старенькое такое, все. Ну, оно работает. Это гриль, гриль чугунный. Понятно. Который держит тепло. Который хорошо держит тепло, да. У которого есть решетка. Вот я был у своего друга Вадима Сливченко в Германии. И в те времена, это было давно, это было лет пятнадцать назад. Ну, мы потом поближе на камеру ребятам покажем. Я вот приобрел такую посуду для приготовления плова. Как она называться? Есть какой-то конкретный? Это казан. Это казан, да. Казан, узбекский казан, да? Плоский, да? Ну, я не думаю, что он узбекский, но он очень, очень по форме и по размеру мне понравился. Мне кажется, не случайно, что ты приобрел его в Германии, потому что в Германии очень много турок, а турки любят, да, делать это субвежение? Да, 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 возможно. И поэтому это, наверное, турецкие. Да, поэтому я его искал, ну, в то время было очень сложно найти. Сейчас, наверное, достаточно много казанов продается и, может быть, даже лучше, чем... А то время-то когда? 1980-й год? Не, ну, не восьмидесятые, это были уже, это уже были, наверное, ну, начало двухтысячных годов. Понятно. Да. Когда турки эмигрировали в Германию, крепко, они казаны. Да, это было, это было 2002 год, по-моему, если не ошибаюсь. Вот я такой купил казанчик, и он мне очень понравился, он не большой, не маленький, и вот приобрел вот такую вот тоже гриль, я его чуть-чуть тут модернизировал, и его можно брать в любое место, иметь вот такие вот небольшие дровишки, и лес, дача, просто вы выехали куда-то на природу, всегда можно приготовить плов. Так, значит, сейчас мы добавляем дровишек, для того, чтобы у нас был хороший, хороший жар, хороший огонь. Ставим казан, и его чуть-чуть прогреваем. Потом мы добавляем растительное масло. Ну, так как мы живем на Украине, то у нас, конечно же, это подсолнечное масло. Когда меня учили готовить плов в Узбекистане, мы в плов добавляли хлопковое масло. С чего мы готовим наш плов? Конечно же, нам бы ван, это рис, рис. Я взял на сегодня басмати, можно использовать другие сорта риса, ну, в принципе, вот, то, что было, то и использовал. Хороший рис, я его промыл несколько раз и замочил водой, для того, чтобы в дальнейшем наш плов был рассыпчатым. Классика жанра, конечно, баранина, но мы используем свинину. Я взял шею и взял ребра. Лук репчатый и морковь. Также добавляется чеснок, кишмиш или изюм, ну, собственно, соль, перец, барбарис. Это все уже, как говорится, по вкусу. По ингредиентам я сказал, значит, какое их количество. Все очень просто. Я беру всего поровну. Один килограмм мяса, один килограмм риса, один килограмм лука и один килограмм моркови. Кишмиш, ну, грамм 100-150, две-три головки чеснока, приправа барбарис. Мы начинаем с того, что обжариваем лук в масле. Масло уже прокалилось. По-хорошему, для того, чтобы понять температуру масла, нужно взять щепотку соли и бросить. Если оно начинает бурлить, кипеть, значит, оно нужной температуры. Да, температура масла то, что надо. И мы это все обжариваем. На самом деле, мы сейчас делаем очень важную вещь. Мы заряжаем энергетикой, положительной и правильной энергетикой наше блюдо. Хорошо. Вообще, вот это ты дал. Особенность приготовления этого блюда состоит в том, что сначала мы обжариваем лук, потом его убираем. Затем обжариваем морковь, потом ее убираем, затем обжариваем мясо и потом уже в мясо добавляем все остальное. Опять же, есть несколько вариантов приготовления плова после так называемого приготовления зирвака. Зирвак это вот то, что мы сейчас делаем. Это обжариваем лук, обжариваем морковь, обжариваем мясо. Дальше, есть два способа, как я уже сказал. Один способ, это закладывать все слоями. И другой способ, это после того, как мы обжариваем мясо, добавлять рис, добавлять морковь, лук и все это перемешивать. Мы будем сегодня делать вторым способом. Почему? Потому что у нас рис пропаренный. Он уже, скажем так, не требует большого времени приготовления. И поэтому мы для того, чтобы процесс наш ускорить, сделаем вторым способом. Лучок наш приобрел золотистый цвет. Это говорит о том, что его скоро нужно будет убирать. Вторым этапом закладываем морковку. Морковку жарить для меня одно удовольствие. Она жарится очень красиво, очень правильно. Лучок он не такой, он там такой какой-то вяленький. А морковка это то, что надо. Что я вам хочу сказать. У нас на очереди второй ингредиент. И соответственно, второй у нас перерыв на то, чтобы наш плов был еще... Вложить в душу, да? Да. У нас второй подход для того, чтобы вложить в душу. Конечно, конечно. Слушай, у нас водки хватит? Да, да, да. У нас не так много ингредиентов. Так, морковка подходит. Ой, какая красивая. Ой-ой-ой-ой-ой. Закладываем мясо, и у нас там третий подход организовывается. Поэтому поехали. Мясо у нас жирненько. Это ребрышки. Так, у нас подошел этап третьего нашего ингредиента. Это мясо. И у нас подошел третий тост. Поэтому... Ну, третий за женщину, да? Давай, говори. Да. Ты умеешь говорить тосты третий. Очень красиво. Да, да. Я знаю. Но это не сегодня. Костя. Да. Расскажи, пожалуйста, немного о своей даче. Пока мяско наше жарится, помнится. Да. Вода... Тяжело сказать, но я где-то думаю, что где-то порядка 20 на 40 метров. Ну, это когда вы сделали этот пруд? Давно папа, да, делал? Да. Отец его вырыл, дай бог памяти, в 2000... Может быть, даже в 2000 году. Где-то так. Он был чуть-чуть меньше, чуть-чуть глубже. Потом он чуть-чуть осыпался, чуть-чуть обмелел. Я его в прошлом году экскаватором почистил. Вокруг засадил вербой там, всякими такими растениями. Сейчас у меня тут бобер живет вот в том углу. Ну, он тебя беспокоит. Ну, беспокоит, да. Ну, надеюсь, что не настолько сильно, чтобы его выгонять. Ну, вот оно уже порумянилось. И мы скоро начнем, значит, добавлять сюда приправу, барбарисик. Ну, и закладывать, закладывать все остальные ингредиенты. Закладываем. Аромат такой стоит, что даже собаки сбежали. Что, значит, даже. Это у тебя упражнение какое-то, да, такое? Типа, планочка. Ты служил в Узбекистане, да? Да. Рядом возле Ташкента. Да. В полку радиоразведки. Да. В советской армии. Это какой год был? Это был 88-89 год. И тебя ребята, сослуживцы, научили делать этот плов. Да. Вы как часто его делали? Мы его делали не часто. Ну, делали, делали. Просто у нас была особенность, ну, Ташкент, да, Узбекистан, Таджикистан. Слушали Афганистан. Военную тайну рассказал уже. Ну, нет уже Советского Союза. Да, уже Советского Союза нету, да. Да. И были ребята с Таджикистана, таджики, были узбеки. Таджики по-своему делали плов. Он тоже был очень вкусный. Узбеки по-своему делали плов. Но ты и так, и так умеешь, да? Ну, я бы сказал так, что я что-то такое средненькое. Ну, мы нашим зрителям рассказываем, откуда все это пошло. Украинцы научились у Таджиков и узбеков делать плов. Да, да. Но мы их тоже очень многому чему научили. Сейчас засыпаем рис и все перемешиваем, тщательно перемешиваем. Я на самом деле делаю так второй раз. Раньше я слоями делал, да. А почему так ты решил сделать? Почему так? Ну, во-первых, это чуть-чуть быстрее. И, во-вторых, таким образом плов получается более однородный. Более, ну, скажем так, прогнозированный с точки зрения его готовности. Скажи, это ты придумал или кто-то? Нет, нет, нет. Это есть такое. Кто как... Просто вопрос в том, что мы сейчас готовим плов в маленьком казанке. В маленьком. В очень маленьком казанке. На самом деле, ну, скажем так, узбеки, таджики готовят плов. Ну, наверное, вы видели казанки. Ну, они там по 100 литров минимум. И там, конечно, мешать никто плов не будет, так как мы. То есть, там его готовят исключительно по... По слоям. Да, по слоям, да. Так, мы подходим к окончанию нашего процесса. Судя по всему, судя по всему, плов уже готов. Я вижу, что рис очень-очень рассыпчатый, очень красивый. Вот такая у нас красота, собственно, получилась. Так, Юра, держи, вручаю тебе. Давай, чтобы... Ого, серьезный такой, тяжеленький. Основной ушел. Ему не до нас. Кого еще накрыть? Лена, на это тебе. А кто первый думал, он дегустирует? Ого, ты на узбека похож. Излина, твоя морда, блядь. Еще бутылка одна. А, это. Накладывал побольше. Тихо, тихо, Юра. Нам не хватит. Давай побольше, я готовил. И водки побольше не налевал. Морковки тебе, ладно, говорил. Все, Юра. Я хочу сказать дяде Косте. Дядя Костя владелец этой дачи. Огромное спасибо за его плов. И Лене тоже. За то, что она тут все организовала. Пожалуйста. Да, приезжайте все к дяде Косте. Всех, все. Да, он сделает... Какой-то еще казацкий борщ нам... Адрес вы увидите вот здесь, да? Я правильный буду. Да. Да, ссылочки всех наших красивых девочек мы неправильные дадим. Надо правильные дадим. Надо правильные дадим. Да. Хорошо дадим правильные. Вон, что ты скажешь? Вон, застань. Что бы мне в последний раз?